В Апатитском городском дворце культуры состоялся день открытых дверей. Юные апатичане познакомились с коллективами учреждений и смогли выбрать занятие, которое поможет им раскрыть творческий потенциал. Выбор, сразу скажем, был непростым, ведь хореографических и вокальных студий во дворце великое множество. Символично, что в этот же день здесь состоялось еще одно событие, сколь знаковое, столь долгожданное. Завершился ремонт, которого учреждений ждали более полувека. Все подробности у Евгении Максимовой. В этом году день открытых дверей в Апатитском городском дворце культуры прошел в необычном формате. Вместо привычного концерта в большом зале гости получили возможность познакомиться с коллективами и их руководителями на открытых уроках и мастер-классах. Что хочет ребенок? Хочет ли он петь, хочет ли он танцевать? Возможно, кто-то хочет и петь, и танцевать. Поэтому важно прийти ребенку и посмотреть. Посмотреть на руководителя, потому что зачастую детки идут именно на руководителя, на того или иного. Они уже знают, приходили на наши концерты, на отчетные концерты педагогов и уже знают конкретно, куда они хотят и что они хотят. После ремонта, которого ждали более полувека, встречает гостей и обновленный зал народного цирка «Улыбка». Это один из старейших коллективов Дворца культуры. Внимание к нему самое пристальное. В 87-м нам только стены, полы покрасили. Я просила уже несколько лет, просила, полы были в отвратительном состоянии, просила, чтобы нам сделали ремонт и свет тоже. Ну вот в прошлом году обратилась непосредственно к Андрею Владимировичу Чибису, и вот он помог нам. Наталья Савина отмечает, интерес к занятиям у детей не угасает. Поэтому и в день открытых дверей, желающих попасть в эту большую цирковую семью, предостаточно. Я выбрала цирк «Улыбка» и захотела там выступать. Я видела танцы и еще хождение по лестнице, никто не держит, и обручи. Записаться в коллективы Дворца культуры могут не только маленькие горожане, а также взрослые и даже пенсионеры, например, в хор ветеранов. В каждом коллективе, будь то театральная студия, вокальные или хореографические ансамбли, работают опытные педагоги. Они напоминают, времени, чтобы определиться с выбором, осталось совсем немного. Набор идет до конца сентября.